Лотка, 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 только победа! Лотка, 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 лотка! Лотка, мать! Лотка, мать! Всем привет, друзья! У микрофона Дмитрий Феникс. Мы продолжаем карьеру за локомотив. Таблица Лиги России на вашем экране. 36 очков ЦСКА от всех отрывается. Это означает, что ЦСКА никого не пропускает в лидеры. Мы увидим по выигрышным матчам, они просто лидеры. 12 выигрышных игр, ни одной ничьи, всего лишь одно поражение. Мы идем на второй позиции. У нас 9 выигрышей, 3 ничьи, 1 поражение. ЦСКА 36 очков. Я думаю, вряд ли ЦСКА пропустит вперед кого-либо. По крайней мере, по-моему, я вообще смотрел чемпионов России. Больше, конечно, у Спартака. У Локомотива, по-моему, только два раза они становились чемпионами. Больше всего у Спартака. Зенит и ЦСКА. Вот я думаю, что в этом году возможно ЦСКА еще раз ставить. Но мы будем мешать, пробовать, пробовать бороться. Но кто знает. Потому что впереди тоже будут серьезные матчи. И тут и Краснодар, как видите, 29 за 11 очков. Всего лишь разделяет нас. И Динамо Москвы, которая заиграла хорошо. И Зенит, который может тоже выстрелить неплохо. Вот, собственно, таким образом пока у нас все складывается. Что еще хочу вам показать. Никогда такого объявления не видел. Читаем. С новыми владельцами начинается новая эра Казанский Рубин. Официальный источник сообщил, что передача контрольного пакета акций клуба Рубин-Казань новым владельцам состоялась. В общем, кто-то купил акции, возможно, Рубин-Казань. Это означает, что большое вливание денег в Российскую Лигу. Это означает, что, возможно, в этом сезоне с трансферного окна мы, возможно, уже увидим довольно серьезные вливания денег в этот клуб. Серьезные игроки начнут приезжать. Так что конкуренция, друзья, будет очень серьезная. Ну и лучшие игроки недели на вашем экране. Здесь много Урала, Амкар, Рубин, Динамо, ЦСКА. Нас тут нету. Ну и Динамо, Жиркова. Кто-то советовал Жиркова купить, но я думаю, вряд ли я его куплю. Он будет очень-очень дорогой. Как видите, мы играем пока вот таким составом. Какие матчи нас впереди ожидают? Нас впереди ждет Саранск. За ним нас ждет, кто это такой, Ростов. Потом у нас будет Рубин, как раз тот самый Рубин, который акции купили этого клуба. Кто-то купил Рубин-Казань акции на этот клуб. Ну, возможно, да, возможно. Это вливание больших денег в клуб. Это означает, да, серьезные. И фамилии интересные приедут в Российскую Лигу. И большое вливание денег. Так что будем наблюдать за трансферным окном. Который, кстати, вот уже будет через месяц. В следующий месяц, как видите, трансферное окно начнется. Будем заниматься полностью трансферным окном. Нас там ждет только Динамо Москва. Вот. Одномесячный будет трансферное окно откроется. Там будет только Динамо. Трансферы. За ним сразу же Краснодар. Видите, да, все серьезно. Чтобы удержать позиции, нам придется бороться. Ну что ж, сегодня мы играем в Саранском. Поехали. Ну что, Мордойя, Саранск, Локомотив. Играем на Европарке. Идет довольно приличный дождик. Команды друг друга приветствуют. Это очень интересно, что в Российскую Лигу начинают вкладывать довольно приличную сумму денег. Я, кстати, мне вот, как я прочитал это объявление, я так и не понял. Это выкупка клуба. И, ну, наверняка, это какое-то довольно выгодное капиталовложение по ходу дела. Новый, так сказать, почти владелец клуб, наверное, приедет, вложит довольно приличную сумму. И, возможно, мы увидим довольно интересную игру от Казани. Ну, а что ж, наш состав соперников увидел на вашем экране. Судья уже идет ставить мячик. Эти матчи нам надо тащить, дабы каким-то образом догонять ЦСКА. ЦСКА просто нереально просто круто играет. Очень просто нереально играет. Босс из Уфа, как всегда, по центру. Отлично с этой ролью справляется. Поехали. Доэ, Майкон, здесь, Майкон. Ушел, надо бить, не получилось. Кто-то из пользователей писал, что у тебя в Локомотиве одни... Одни негры, писал. Но, ребят, я еще не совершал ни одной покупки. Как видите, трансферное окно только впереди. Это все футболисты Локомотива. Уж если вы не смотрели никогда... Босс из Уфа, тем не менее, удар, не на ворот. Если вы не смотрели состав Локомотива, вообще любые составы российских футбольных клубов, то вы увидите очень много легионеров. Сейчас все футбольные клубы именно держатся на... Бобер лежит на поле. Давайте смотреть повтор. Бобра завалили. Интересные фамилии у них, конечно, там. Бобер, Дональд у них там или Макдональд. Там что-то такое у них фамилия есть. Гилхерми легко забирает мяч. Счет по-прежнему 0-0. Чарлука, Денисов. Играет дальше. Несае. Отлично, ушел. Дальше играет на Боссу Суфу. Боссу Суфа. Боссу Суфа теряет Иванов. Иванов. Какая стандартная фамилия. Гол. Гол, друзья. В наши ворота забили тот, что гол. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Гилхерми не справился с этой задачей. Капитан Капитана обыграл. Мы наблюдаем, что, ну, Гилхерми прикрывал совершенно другого человека. Не справился. Счет становится 1-0, пока мы проиграем. Это не очень хорошо. Это не есть хорошо. Олег Власов забивает три гола в лиге. Между прочим, 27-я минута. Лас. И Сае. Никак не подойдем. Никак не подойдем туда. Дальше. Вот здесь вот можно бить. Можно было на обманке играть, но нету такой скорости, чтобы это все дело обыграть. Наши соперники выглядят довольно пока что сильнее нас. Довольно длинные пассы. Хорошие пассы. Причем Эндой дальше играет. По-моему, нет оффсайда. Майка! Бить надо! Во вратаря пробил. Босус Уфа. До сих пор меня радует футболист Саранский. А на фамилии... У них там есть фамилия Ломик. Значит, у парня там фамилия Ломик. Не знаю, с которого такой русский. Он не русский, но фамилия у него довольно интересная. Ломик. Просто Ломик. Представляете? Олега Власова нам часто показывает. Потому что он сегодня забил гол. Босус Уфа подает угловой. На вес подачи. Нет, не сделал. Денисов! Выше ворот. Очень высоко. Эндойя. На обманке. Не пас, не упрошел. Мяч еще остается. Босус Уфа. Уходит. Уходит. Вот здесь Майка не догоняет мяч. Денисов. Продолжаем. Атаковать. Атаковать. Лас. Отлично. Здесь можно... О-о-о-о! Хорошо. Ведь продолжил. Увидел. Все было замечательно. Хорошо. Вот здесь вот. Нет Уфсайда, по-моему. Ну, Абина. Что здесь произошло? Нарушение Уфсайда. Уфсайд зафиксировал. Судья. Посмотрите, как получилось. Надо было здесь бить. Вот здесь нужно было... Хотя, если бы пробил здесь чисто кровный Уфсайд, ничего бы особо толково-то и не вышло. Гол, друзья! Это гол! 1-1, друзья. Абина, которого я выписывал, смотрите. Оп! На опережение побежал и забил в девятку со всей дури мочканул. Счет становится 1-1. С этой командой, я думаю, надо каким-то образом играть. Либо в мячу не выигрывать, потому что очень будет... Для Локомотива позорно сегодня проиграть. Очень будет позорно, потому что все-таки вторая позиция. И терять очки на таком клубе было бы очень не кстати. Ксамедов. Абина здесь играет. Дальше надо разгоняться, ускоряться. Бососов. Неправильный пас на Фернандеса. Дональд Макдональд бежит с мячом. Бососов Фа прямо сегодня играет агрессивно против него. Играет вниз. Опасно. Отлично, отлично. Нет, плохо. Дональд, 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 Макдональд. Писай, что Макдональд делает, Дональд. Штрафует. Фернандес, дальше Эндоя, дальше Бососов Фаа. Бососов Фаа. Не, не хватает скорости парней. Фернандес. Янбаев здесь подключается. Можно пойти навесить, но Янбаев решил этого не делать. Точнее, он бы туда вообще не прошел. Нарушил правила здесь. Судья уже бежит желтую карточку давать. Слишком Янбаев агрессивно сегодня играет и получает гол. Лобина, Дубай. Второй гол от него. Посмотрите, какой навес пошел. Опа. Мяч полетел. И да, вратарь даже не отреагировал. 2-1, друзья. 2-1. Теперь осталось только продержать время. Все будет ништяк. Просто ништяк. Опасно, опасно. Последнее время пошло. Последние минуты попытались пройти с Амеда, Фабина, Эндоя. Слишком много, много защитников для Эндоя. Здесь очень слишком, слишком переборно много. Фернандес здесь танцует, манцует. Денисов храняй. Денисов пропускает. Чарлука идет на помощь. Чарлука почти отобрал. Денисов отлично. Молодец. И все, все, друзья. 2-1. Кое-как выигрываем. Кое-как выиграем сегодняшнюю встречу. Так, вторая встреча. Играем дома. Встречаем Ростов. Ростов, я думаю, тоже будет сопротивляться. Да, ЦСКА там просто громит всех налево и направо. У ЦСКА вроде уже 43 очка. Это просто, ну, я не знаю, как догонять. По-моему, в этом сезоне нам будет... Наша задача на этот сезон продержаться в первой пятерке, чтобы хотя бы на Лигу Европы хотя бы попасть. Нам будет очень это интересно, там, играть на следующем сезоне. Потому что ЦСКА, по-моему, не собирается вообще никому проигрывать. Ну, по крайней мере, в Российской Лиге это уж точно. Никому не проигрывает ЦСКА. Это, ну, это просто, я не знаю. Давайте смотреть состав. Ростова. Репко тут. Какой-то Юбунг Су, Канга. Очень много корейцев или китайцев. Репко. Абазов, Босток, Солу, Милич. И очень никого не знаем. Поехали. Индое. Тут можно вот так вот сделать. Боссус УФА. И прям к защитника попытался, попытался как-то, попытался отнять, но ничего из этого не вышло. Лац. Боссус УФА. Отлично. Первый на МИЧЕ. Майкон. Майкон. О, судья, 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 судья. Судья увидел. Молодец. Молодец, судья. Желтая. Нет, карточку не показал. Судья довольно, кстати, очень близко. Попробуем забить. Дарв с тем-то. С тем-то. Слишком слабенько вышло. Надо немножко было посильнее. Прямо, по-моему, да, в затылок кому-то там попало. Это будет угловой. Удаватель, естественно, будет Боссус УФА. Подача. Мяч полетел. Опа! Шишки! Вместо Янбаева сегодня вышло, потому что Янбаев там матчик с желтой карточкой получил. Боссус УФА! Удар, поворотом, но ничего не вышло. Мяч еще. Мяч на земле, значит, свистка не было. Значит, нужно продолжать играть. Уже такая неплохая атака у нас получается. Пытаемся проатаковать наших соперников. Но у нас вроде бы выходит пока что это лучше. Денисов подключает Боссус УФА. Ходит. Надо бить! Что же с тобой такое? Что же с тобой такое? Почему мимо ворот? Почему это мимо? Какой хороший удар получился, но не точный. Атака наших соперников. Репка с мячом. Репка. Тянули, тянули. Репку не вытащили. Продолжают. Смотри, продолжают идти к воротам. Не останавливаются. Опять этот Репка. Так, хорошо. Выбили. Молодцы. На контратаке. Просто супер. Боссус УФА здесь подключение. Нищи. Эндоэ уходит, 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 сказал. Так, молодец. Молодец. Вот нужно. По-моему, это угловой. Что скажете? Да, по-моему. Да, да, да. Это угловой. Подача Босса. Навес. Удар головой. Вышеворочий. Орлукобил. Ниасе по флангу. Дальше на Боссус УФА. Вверху вижу. Эндоэ вижу. Не успел повернуться дальше, продолжить. Нужно теперь возвращаться. Босс УФА на полных парах и бежит уже. На полных парах. Ух ты. Дваж. Дваж на фланге. Здесь. Двое оказалось. Как они? А, вот какое-то... Это просто... На скорости не остановить, да? На 1-0 пока проигрываем. Пятьдесятая минута. Ужас какой-то. Боссус УФА. Майкон. С подзащитника так вынырнул. Майкон. Можно ударить. Майкон бьет. Вратарь забирает мяч. Невероятно. Невероятно. И как он отбил этот? Такой удар-то был сильный, а? Как они берут такие мячи? Подача. Ну, ух ты, нихера себе. Там, по-моему, нарушение, кстати, правил было. Судья, что думаешь? Нет. Это, может, чревато нам еще одним голом. На полной скорости Канга. Нет. Фернандес отнимает. Диар. О-о-о. Боссус УФА нет. Уфсайда. Опять. Опять. Вратарь. Отбивает. Отбивает вратарь. Ну, это просто, ну, посмотрите. Отселом забирает мяч. Босс ФА будет подать. Еще по-прежнему. 1-0. Можно бить. Можно бить. Денис Офимоварот. Опасно. Чарлука играет здесь. Железно. О-о-о. Какой божественный пас сейчас был. Просто, просто, мать твою, божественно. С Амедов, который вышел на Майкона далеко. Майкон делает что-нибудь. Мы проигрываем. 1-0. Дальше вижу здесь. Босса ФО просто обгоняет. Канга просто по скорости вышел и забрал этот мяч Торбинский. Нет. Майкон теперь Торбинского оформил. Хорошо здесь Абина. Можно пас сделать. Но! Почему он не бил? Я жал раз 10 на удар. Он не бил. Можно было и пяткой колошматить. Он не бил туда ворота. Вы понимаете? Не бил. И это сейчас чревато опять голом в наши ворота. С Амедов молодец. Нужная игра для нас складывается сегодня. Лонг шот еще. Смотрите, куда же улетел мяч. Гоу! Майкон Дубль в сегодняшней встрече. Просто замечательно, друзья. Вот и только посмотрите. Майкон проходит. Удар! Вратарь ловит и добивает здесь Майкон. Смотрите, его зажимает защитник и вратарь одновременно. И он забывает. Такую коробочку сложили его. Но все-таки счет становится 2-1. Кое-как эти матчи просто, я не знаю, на потной катке. Сегодня мы играем. Но три гола у Майкона в лиге просто супер. 2-1, 86-я. Канга! Ксулу! Канга! Ксулу! О, этот китайец-японец! Нет! О, Гилл Херме спасает нас! У-ху-ху! Вот это было просто от ац. Вот это если бы не Гилл Херме нога, я бы даже не знаю. Это был бы гол, да. Все, господа, свистит финальный свисток. Майкон сегодня отыграл на лучший свой футбол. Как это было сложно. Еще бы чуть-чуть, и мы бы там пропустили. Вообще, возможностей пропустить было довольно очень много. Да, соперник все-таки на равных с нами играл. И это было видно по игре. Но, налдача, фортуна была сегодня на нашей стороне. Ну что, господа, на сегодняшний день лучшие бомбандиры российской лиги. Остается Думбия, 14 голов, которые назабивал. И, по-моему, останавливаться вообще не собирается. Он все забивает и забивает. Вообще, ЦСКА очень много забивает. Вы видите здесь и Еременко, и Эльм, которые по 7 голов имеют. На второй позиции Куранай или Куранай. Из Динамо 10 голов 9 на третьем месте. Из наших только Босса Зуфауни, 4 гола, 16 позиция. Не так много, не так много, но всего лишь один. Но кто-то да есть у нас, да. Ну, а как у нас обстоят дела на сегодняшний день в лиге, вы видите сами. ЦСКА по-прежнему 42 очка, 14 побед. Никак не хотят отступать. За нами у нас 36 очков, но за нами Краснодар. Как видите, у нас 11 побед, у Краснодар 10 побед. У Динамо Москвы 9 и 7 у Зенита, 27 очков. Зенит Динамо Москва 30, 33 Краснодар, мы 36 и 42 ЦСКА Москва. Также у нас сегодня с Рубином следующий матч уже будет, видите, с Рубином. А Рубин занимает 6 позиции, 22 очка. Там же еще и Торпеда. Да, Торпеда, Рубин, эти ребята могут нам очень сильно, так сказать, подпортить репутацию. Можно так выразиться. Я думаю, у них может это выйти, потому что впереди у нас матч сейчас будет с Рубином. Потом у нас будет открываться трансфер на окно. Там такие серии уже будут, возможно, покупные. Мы будем заниматься трансферами, заниматься молодежью. Будет меньше, наверное, полевой игры. Ну да посмотрим, как оно будет. Там всего лишь месяц трансфера. Может, что-то и успеем взять, купить. На этом все. До скорых встреч. Не забывайте про лайки. Это мотивирует. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok